Поблагодарю ребят, которые через Немагу играли и, можно сказать, к этому мы шли долго. Стать единым целым. Вот сегодня они показали, ребята, что футбол выигрывает та команда, которая показывает более целостный, более организованный порядок. Пожалуйста, коллеги, ваш вопрос. Насколько серьезная травма у Сергея? Проблемное колено. Насколько это будет после диагностики, ну, сегодняшний период проблем. Еще вопросы, коллеги. У них планы на ближайшее время зимние составят? Конкретно пока ничего нет. Знаю точно, что встретимся после Нового года. Ну, команда-то будет в отпуск? Да, сегодня разъезжают уже часть ребят прямо из Терми, отъезжают части из Самары. Соберемся после Нового года. А с вами в руководстве договоренности дальше работать или так? Все в перспективе, пока никаких конкретных не было. То есть после вот этого отпуска и будет продолжаться? Думаю, до Нового года что-то прояснится более конкретно. Еще вопрос. Александр Балерьевич, а что больше эффектива внесло? Температура воздуха или качество поля? Все-таки синтетика непривычная? Погодные условия очень тяжелые были. И погодные условия, и синтетик, который реагирует на мороз, естественно. Из этого много травм. И хочется отдать должное, что Амкар, даже оставаясь десятером, все-таки нагнетало игру. Вели ребята до конца, наверное, стремились отыграться. Вот честь и хвала. С легионерами, с нашими, которые многие первый раз оказались в таких условиях, как-то специально беседовали или учитывали, что прогноз погоды все знают? Мы старались предупредить их заранее, что будут такие условия. Но одно дело, что ты когда предупреждаешь, а когда человек действительно попадает в такие условия. Все-таки в Парагуэе плюс 35, и у каждого бассейн. Еще вопрос есть? Спасибо. Спасибо большое. Продолжаем нашу пресс-мастеринку. Вы, главный, Денис Волгин, облоком карте, Каврова, не что-то почувствует. Добрый вечер. Разрешите, во-первых, поблагодарить болельщиков, многочисленных, которые сегодня пришли поддержать команду. Мы благодарны им, что они остаются с командой и в тяжелое время. Хотим сразу извиниться за результат. Ну и признать, что осеннюю часть чемпионата мы провалили полностью. Касаемо сегодняшней игры, я думаю, она понравилась. Игра была живая. Ребята отдавались полностью. Но, видимо, то, что мы показали сегодня, это то, на что мы на сегодняшний день можем, в принципе, претендовать. И то, что мы можем сегодня показать. К сожалению, малое количество ударов и слабая реализация моментов – это наша болезнь на сегодняшний день. В принципе, по игре говорить нечего. Если есть вопросы, да. Пожалуйста. Главное межсезонье, какие у вас? 15 января первый сбор. В Турции. А может быть, какие-то трансферы у вас уже есть? Это вопрос не ко мне, если честно. Спасибо.